У этих ребят фантазии точно не занимать, а еще и умение реализовать задуманное, что подтвердил городской этап конкурса «100 идей для Беларуси». 13 проектов, и это в два раза больше, чем в прошлом году. Что больше всего радует, проекты разноплановые. Это не как в прошлом, да, позапрошлом году. Одна номинация «Общество и социальная сфера» – это абсолютно разноплановые номинации. Вплоть от нефтехимии до информационно-коммуникационных непосредственно моментов и даже до лучшей бизнес-идеи. Посмотрите, есть на что. Вот студентка третьего курса Повского госуниверситета рассказывает об использовании продукта рециклинга автомобильных шин в качестве сорбента для сбора нефтепродуктов. А это уже учащиеся четвертой школы презентуют платформу, где неизвестные авторы могут опубликовать свои произведения. Возле каждого импровизированного стенда жюри подолгу останавливается и общается с авторами. Вопросов у судей немало. Как будет работать инновация, сколько средств нужно для ее внедрения, какой эффект можно получить. Молодые изобретатели не теряются, горячо отстаивают свои идеи. Радует то, что уровень подготовки с каждым годом растет, все выше и выше. Появляются новые идеи, которые даже некоторые хотелось бы реализовать у нас в городе Новопомоцке, на наших производствах. Более того, приоткрою такой маленький секрет, некоторые школьники, которые участвуют в этом проекте, уже заинтересовали педагогов нашего университета ПГУ, и они рады будут видеть их в составе студентов нашего учебного заведения. Речь идет о проекте 11-классника Третьей Новополской школы, которым на самом деле заинтересовались преподаватели ПГУ. Владислав Королев разработал автоматическую систему проветривания и кварцевания помещения. Она компактная, устанавливается на оконную раму и сама освежает и очищает воздух. Идею Владиславу подсказал его отец. Все остальное парень делал сам. Свою разработку он уже готов предложить производителям. Если это будет делать производитель окон, то это будет, во-первых, уже сразу включено, может быть, стоимость окна. Это относительно недорогая система. Конечно же, каждый возьмет свою наценку. Производитель окна, там еще кто-то, установщик. Но, тем не менее, сама система около 100-150 долларов стоит. Но это в базовой комплектации. Естественно, могут быть дополнительные опции по желанию, так как контроллер Arduino Uno, на котором это все реализовано, достаточно универсальная штука. И вот долгожданный момент – награждение победителей. В этот день никто из конкурсантов не остался без внимания. Все получили дипломы участника и призы от организаторов. Первое же место досталось интерактивной настольной игре «Скарба Беларуси». Это проект парламента детей и учащейся молодежи. Его соавтором выступил 11-классник 11-й школы Антон Воробей. Он, к слову, на городской этап представил еще один свой проект – мобильное приложение «Скултек». Данная разработка и стала обладателем Гран-при. 11-я школа заслуживает усилия в доме и на праздник. Ну и, конечно же, подарки от наших партнеров «Лайк» – «Пауэрбэн», пригласительный в кинотеатр и заметная статуэтка. Еще один проект также получил Гран-при. Это разработка третьекурсника ПГУ Михаила Марковича. Вместе с научным руководителем Александром Кюриенко и одногруппником Алексеем Петровичем он предложил настольную игру для популяризации ручного труда среди школьников. «Суть настольной игры в том, что просто есть карты и нужно на более короткий промежуток времени собрать изделия с помощью различных приспособлений, инструментов и технологических операций. Мы планируем ввести его в учебный процесс, в школьный учебный процесс, а также в олимпиадное движение». Расслабляться ребятам рано. На следующей неделе в онлайн-формате пройдет зональный этап стойдей для Беларуси. В нем поучаствуют все проекты городского тура. А уже дальше станет известно, кто отправится на область 10 декабря.